Во время своего визита в Ленинский район депутат Госдумы Вячеслав Фетисов вместе с заместителем главы Ленинского района Сергеем Кукановым посетил коксогазовый завод. Сначала директор предприятия Сергей Билан провёл небольшую экскурсию по территории и рассказал об истории коксовых цехов. Затем состоялась встреча с работниками МОСКОКСа. Хотелось поздравить с прошедшим праздником труда. Насколько он важен для вас, я думаю, очень важен. Мы понимаем, что без тех людей, которые производят сегодня, жизнь остановится. Присоединился к поздравлениям и Сергей Куканов. От имени главы Ленинского района Владимировича Хромова от себя лично хочу всех вас поздравить с прошедшим днём труда. Московский коксогазовый завод для муниципалитета не просто системообразующие предприятия, но градообразующие предприятия, с которого началась история нашего города. После награждения сотрудников предприятия за многолетний труд Вячеслав Фетисов предложил обсудить наболевшие проблемы и задать ему вопросы как представителю федеральной законодательной власти. Оказалось, что больше всего собравшихся интересовала не столько политическая деятельность депутата, сколько его подвиги на мировых ледяных аренах. Жизненный путь, он там две такие большие половины, две ипостаси, спортсмены и политика. Когда вам было интереснее? По жизни, просто интереснее. Играйте до тех пор, пока колени не сотрутся. Потому что лучшей жизни, чем быть спортсменом и заниматься любимым делом, нет. При всем при том, что есть успехы в других во всех областях. Это я на своём примере рассказываю. На вопрос о развитии физкультуры в школах Вячеслав Фетисов сказал, что прежде всего необходимо поменять формат занятий, чтобы вернуть интерес детей к спорту. По словам депутата, именно спорт сегодня остаётся единственной альтернативой алкоголю и наркотикам. Кроме того, это отличная возможность вернуть подрастающее поколение из интернет-пространства в реальный мир. В округе, где я работаю, за последнее время построено много современных школ и детских садиков, где спортивные составляющие самые современные. Есть школа, где по три зала есть, современный стадион, детские садики с бассейнами, со всякими тренажёрами, развивающие физическую ловкость. По окончании встречи Вячеслав Фетисов никому не отказал в автографах. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ